Я не знаю, ну и все, пошли к Катре. Как мы вернулись, то будет Зод против Аши. Аши Зод, да. Это Рю на Гайло. Рю на Гайло, скорее всего, да. Ну, возможно, Бланка, да. Может, на самом деле, очень большой ростер персонажа, которым он хорошо играет. Ну, в смысле, не то, что хорошо, но он может отыграть. Ну, все, скорее, вероятно, всего эти два мочаха у вас сегодня будут. Сейчас, в данный момент. Да, это Гайло уже найдет, в принципе, все понятно. Матчап довольно равный, все. Много будет перестрелок, не думаю, что тут. У Гайла-то совсем грех, и у Веринга-то. Да, да, да. Тэнк стал, мы в эфире. Мы не уходили. У нас пропал звук с игры, но я думаю, что мы это починим после матча. Сейчас нам не дожируют. Да. Радуется факт того, что мы получили картинку хотя бы снова. Кен и Фейлтел достаточно долго играют. Да. Они сели играть с самого начала, и все еще сидят и играют. Я думаю, что там очень напряженная игра. Хотя, наверное, странно, да, вроде, два персонажа, которые предпочитают проводить все время в атаке, да, Кэм и Кена. Тем не менее, играют долго. У меня там что-то серьезное. Так, ну, тем не менее, у нас начинается. Не, довольно активно. Начинают игроки никаких перестрелок. Это Екатеринбург, у нас любят рашить. Даже Гайл. Даже Гайл. Да, Гайл загоняет круглый рюк. Каждый день такой видишь. Контракид подножку. Подножку Саня выпускает. Гайл рюк. На самом деле, тяжело рюкнуть. Прыгать, по-моему, нельзя, потому что обладает хорошими. Офи Мигайл. Офи Мигайл может поймать. Маленько не хотела на второй уровень фокус атаки. Я так понимаю, что ее туда можно закинуть. И после этого был, соответственно, выход фольк. Меняется местами. Ипф отменяется. Хороший, такой непонятный красавный красав. Получился непонятный для игрока. Отлично проходит. По-моему, это Цумаки. Несправильно сказать, как Маленько. Оверхед. Первый раунд за Ашизом. Трава Чкова, так понимаю. Подножка за нее. Сиона. Да, какая консоль? Сиона. Мой сам. Филцел проиграл. Нет, филцел вы. А, стоп. Филцел проиграл. Вот это поворот. И они теперь с термином встречаются в одной четвертой лозерок. Да, это можно сказать. Это неожиданно, как бы очень неожиданно. Это был, наверное, один из самых предсказуемых финалов. А вот так вот. Филцел проиграл. Филцел проиграл. Подготовился. Но тем временем, пока у Рилл плохо получается, да, он не может подойти. Вот сейчас фокус атак второго уровня. Опа, и с этих серебросов. У меня было никакого выхода. И мульту, да, Малаба на мой стороне, но Яшу сознает первую игру. Выбор персонажа. Кого у него Зот, интересно. Даю. Тут может быть сет. Зот показывал на фриплей сета. Кэмми. Интересно. Спорный матчап, на самом деле. Я не думаю, что Кэмми все так хорошо. Он тоже в первых листах мнение, что Риккин инхабс отличается. Одном 4-6, другом 6-4, да. Противоположные мнения, будем сказать. На самом деле Зот, вот я не могу припомнить, чтобы он играл до этого, за Кэмми на турнирах. Это, по-моему, ферст. Ну, сейчас посмотрим. Будет Гайл на противном Кэмми. Но у Кэмми тоже с этим все хорошо, потому что очень хорошие командные дейсники. Спешл походим. Дейскик. Ну, вот здесь уже не так активно колесендует Гайл, потому что это такая... Но, тем не менее, Тимошо где-то встает, и... Не проходит ТМБА, да, и это будет паниш. Максимально возможно, наверное, в такой ситуации. На крышку, ну, по-моему, она тут не сейфовая. Я разбил бы ее. Пульку включает, но... Нет. И, мне кажется, это конец, да? Да, конец. Спокойно достает. Гайл. Матчпоинт для Ашиза. Матчпоинт. В случае победы он занимает минимум третье место. Я не прочитаю, не на продачах идет. Никаких у них бумов на крышке. Плюсовые блоки в первые. Вот Кард Санчи. Неплохая штука, очень долгий стартап у них, но она плюсовая даже на блоке. Ну, и, правда, сбивается. Это сам по-моему. Была походка антиэра. Да, вот снова поетел. И, да, вот, например, сейчас он может менять свою траекторию прыжка. Кремни, поэтому... Последний, наверное, момент уже не вентиле. Ой, какой фокус атака второго уровня. И ульта сейчас будет не так много... Ну, мне кажется, Лайфлида даже не получится этого. Ну, это поровну будет. Да. Потому что была попута атака, и ультата только появился. Да, нет. Ну, вовремя ДП от Кэмми. Хороший кроссов какой. Кроссов и... Это еще не конец. Ну, и, по-моему, сейчас он спорол. Дэфли. Ну, вовремя, что там не поймем, куда прыгает она. Красав, не красав. И тяжело очень бросить. Еще и после этого выйдет хороший Камбул. Вот так вот ДП-шка сливает. Не смог запранировать, что-то вот ДП-шка снова завезет. Вот, хороший показывает технику. Инстант. Но он имеет очень большой плюс. Участливый скидок, хороший Канчьер от этого. Вторая подножка, опять не погасит. Опа, хорошая. Дудочная вытяжка. Там плюс. Еще один Канчьер. А что тут отлично Канчьер от? Да, это один из персонажей, у которого один из лучших Канчьеров. Очень, очень высокий. Пожалуй, тут Сакура можно повторить, да? Но, тем не менее, один-один. И Кэмми сработало. Да. Да, было хорошо на прыжках, там контр-хит, но не было никакого сетапа. Была попытка такого хорошего соревнования, но нельзя так гереть Гайлу в таких случаях своим точкиком, потому что у Липит он где-то получит очень много. Сейчас хорошая инстант. Сказал, что он против, что ли, в воздухе. Желтый. Докий, Бугу, Гайл, да, хороший был сетап, но нет. Не было, видимо, какой-то Михи был спор, а то есть тот, что выхватил после его своей Канчьерс. И все-таки сейчас нужно убиться. Между делом, во втором полуфинале Венеров победил Кьюдзо, я так понимаю, он проходит финал Венеров. Да, я... И матч-поинт для ЗОДО. Да, Кеми срабатывает, хороший персонаж. На самом деле, немножко удивительно, потому что у нас с Фелцел играет за Кеми, и как бы матчап в регионе должен знать. Ну, Кеми такая заноза, что даже можно знать ничап, а начнутся какие-то сетапы бешеные, там красавы-некрасавы. И очень тяжело, и хороший у Кеми бэк-дэш, и какие-то показатели. Ну, и так хорошо кондиция, в конце-то, на Кеми, ну, тут много вариантов. Ну, вот она попытка того, о чем я и говорил, но не хватит на кадры Фенгула. То есть, это не Вега, который просто там прокатится по всему экрану. Ну, все, тем не менее, мне кажется, даже бы успел отрекавериться Гайло, по-моему. И у нас финал финалов. Да, последний раунд этого противостояния. На прыжке, вот. Поэтому вид, что последний раунд отбивается Гайло, потому что там уж явно его делать не надо. Попытка фокуса второго уровня. И снова хорошо обгоняет зоник гумами. Хороший старчик на бросок. И все очень плохо у Раунд. Все очень плохо. Да, и сейчас, ну, Кеми может еще хорошая. Красавка. Да, и прям... Еще и дайвки, комбан. Слушайте, сейчас там что-то еще не конец. Да, вот еще и там... Это еще не конец. Да, и смотри, Иву-бу, сейчас будет все тап. Красавка, ну аж эстетично блочит его. Ой, вот изменялись, не знаю. Ой, сейчас будет... Господи. Оооо! Оооо! Великолепный груз Зод показал. В самом конце я... Вае, 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 красавчик. Зод, ты не уходишь, что я финал. Можно сказать, что... Чего? Отдал полраунда, даже больше КП. В самом конце маленько не бил. Хорошие старчики показал. И, собственно, Зод Кьюдзе, финал Венеров. А между делом, я хочу посмотреть сетку. И кто у нас по лузерам проходит дальше? Небольшой комментарий просто. Я первый раз на турнире играл за Кэмми. Я первый раз за последние полгода вообще нажимал за нее кнопки. Но я столько наиграл с Фэлл Целом, как будто что нажал то, что нажал. Собственно, все. Это так дешево. Ветерак Фоллин играет с Кеном, а Термин будет играть Саша. Термин Саша замокал. Фэлл Целл, получается, покинул турнир, Термин его выбил. Да. И один из фаворитов у нас уже остается даже без топ-3. И один из фаворитов у нас уже есть. 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 Вот, а это уже начинается играть. На самом деле думал, что это будет ботончик, но оказывается, они играют. На самом деле, все. Потому что умеет в жюри проходить своим дайпфитом, сквозь аэрбол, нужно быть аккуратным, не пускать так, когда увидим ЗОЗ. Хорошая прямая личность от ЗОЗа, такой фул паниш такой ситуации, наверное, с одним метром. Хорош, не знаю, как было за кара, бросок или нет, очень было похоже, любит очень эту тему после броска вперед ЗОЗ. Видимо, отжимает он раунд, видимо, Сэйдзам, он еще наверняка заставляет вифнуть. Трехфреймовый реверсал, потому что довольно далеко находится, и всегда попадает очень хороший штат. Приседает весьма. Ну да, прессе джюри, страшна, в общем, сильно джюри в углу, хотя у него умеет. 3D F-тика. Х-вое колесо. Маше любимое Х-вое колесо. 7D F-тики. Очень уверенно у тебя все все-таки. Ну, сейчас вы оказался в углу. Какой верхэд-эд? В резет был ОКДЦ, да, и по-моему, все равно вверхэд. Что-то просто спорол. У меня сейчас будет какой-то сутап, да, это Сабежон, там 4 Украина, нельзя было реверсалить, кипзо, кипзо, сутап, и не хватает немножечко, да. Кьюзо, вы его не видите, но он очень серьезен, он настроился, даже несмотря на то, что он выиграл, он собран, сконцентрирован. Победитель? Будет минимум топ-2. Топ-3. А, ну победитель будет минимум топ-2, да, совершенно верно. 1-0. А, 1-0. Так, еще на безмышке. Так, да, все-таки Кэмми у нас. Ну ладно, берут Кэмми, вы помните, Кэмми. Один раз она сработала, посмотрим, что будет сейчас. Ну, Кэмми, я знаю, сильнейший персонаж РГЭ. Хорошая будет сейчас, хорошая комбаба была, по плюсу, но не продолжил ее визов, потому что он не знает этих линьков. Их тайминги, зачем он рисковать. Во, парка будет, ну сейчас, по-моему, не полный, полная, полная анимация будет. Так, ну тяжело, на самом деле, очень, на жюри против. В ЧНТе ведь нечем, но, в принципе, есть Пэрри. Собственно, я не помню. Берет он первую. Кьюзда очень долго играл со второй тур. Да, я? Я вот, наверное, это первый турнир уже, когда он начал играть первой. Он очень доволен. Не, ну доволен должен быть, если этот раунд будет последний в этой игре, но пока что победа. И матчпоинт для Кьюзда. Кьюзда очень тяжело. Очень давит, очень давит. Кьюзда подошел. Да, хорошо, не ходит. Сейчас ничего. Убирают, там, ну, и тут очень близко победы. О, невероятно. Нет, это он, конечно, не убьет, но сейчас будет сейджам. Зот это человек камбэк. Сейджам будет от жюри. Все еще не закончено. Еще ничего не закончено. Да, да, очень тяжело. Очень долгий мум полетел. О, это было очень приятно. Кьюзда остается посеянным в Венерах. Голд отправляется в лузера. И играет с победителем. Нет, еще не с победителем. Еще какое-то время. Термин, ты садишь? Нет. Да, вообще не сюда нам свободно. Вообще, там любой... Вообще, все, давайте сюда садить. У нас сейчас работа хорошо. Так, это у нас вторая. Лузеров, Ашис против термина. Тямин убил ФЛЦЛ. Ашис против термина. Ну что, вот сейчас все термины никуда не будут. Не спешить. Будет у нас довольно много перестерелок. Тайгер шок у нас у них бумы. Очень-очень-очень много. Термин полезет вперед, да и не за чем это делать. Термин. Согласен. Они вроде бы уже батно-чатки. Если я не ошибаюсь. Да. Это уже игра. А кому выгодит держаться на дистанции в этом матчапе? Кабал? Сагату или Гайл? На самом деле, мне кажется, что тут тоже матчаправный. Это зависит от стиля игры. Они оба не так хороши в нападении. Но мне кажется, что демиджа в упоре нанесет побольше. И попасть в него и ультра, и есть выход с нее после ДП. То есть, все-таки, наверное, у Гайла лучше отталкиваться. Потому что... Есть, конечно, Канский тоже после хатастроева у Гайла. Но он совсем не наносит демиджа. По сравнению с Акатовским ультой. Вот сейчас будет ультра, конечно, моментально. Улучшает лайфли. И, в принципе, жизни больше половины. На фокусил, что называется. И ДП улетел, но там был долгий муф. Хороший комбат термина. Сверху панчей. Тайгер шот. Вбивает вторую часть подножки ДП. Тантеер. Бросок. Будет этап. Будет соник бум мити. Нерва была термина ультой. Сделал коленку. Ну и здесь очень опасно. Опасно очень. Да, термин полез, наверное, коленкой. Или экс-тайгер шотом. Да, термин еще переходит более к активным действиям. Да, снова линкуют. Хороший комбат. Хороший комбат. Дамаг наносит. Снова Лука ДП. И тут тяжело. Очень агрессивно играет. Да, порвать бросок, но… Да, достает совсем кончиком хитбокса термин. Поэтому не панишится этого. Даже броском термин уигрывает. Счет 1-0. Продолжаем. Что будет? Кто у нас? Дальше Гайл или Ланка? Сейчас мы Ланку. Ланка против Сагата. Ну, тут тоже не скажешь, что все хорошо. Ланки дается. Тут задача вполне ясна. Сагата, как можно дальше обгонять Ланку. Потому что… Есть, конечно, с чем. Чего стать ДП, да? Ну, это… Чтобы безопасно стать, нужно пару метров. У нас всегда бывает. За Бланкоболы… Кстати говоря, Тайгер Квинон и Кланничный Бланкоболы. Вторая ульта Сагата. Девется на этом очапе. А вот… Ашус тоже берет вторую. Ну, хорошая. Тоже довольно быстро из стартапа. Не Бланк. Я вообще Ланки просто… У некоторых нормалы дольше, чем Ланокс. Где ульты Ланки. Какой-то минус в подкашке. По-моему, ульта можно вставляться. ДП сейчас будет размен с Сагатом. Это очень приятная тема. То есть Сагату очень выгодно, когда с ним разменивается с его ДП. Потому что… Потому что он может продолжить. Да. Дополнительно там стоточку дамага. Еще и ульту там при удачном служении может выйти. В общем, пятьсот дамага при размене – это нормально. Тоже, кто Ланки что-то противопоставит. Знает, где с начала прошел термин. Ашус просто подпрыгивает. Может быть, просто термин доставил какой-то мув. Издлинил свой хардбокс. Вот это испатило его хорошо с коленки. Ну, тут совсем увидели не только начат, да, то есть Банка и третит, но и термин не имеет. Пытается обороняться, да. Пытается лезть, вставлять ДП. Даже когда двух метров нет, это очень опасно. Вот. Делает ополицы в ножку. Моцепон до термина. Банка остается с кониверсала. Загоняйте в угол и будет все десктапно. Еще помню, что Банка хорошая вот такая. Да, это паниш. Мы не в реверсал, но она долетит. И это победа. Термин походит. Очень уверенно. Сопернику Орину. А кто ты пошел-то? Сиди дальше. Ты будешь сидеть до конца теперь. Нет, с Орином. С Орином. С Орином. Давайте еще раз попробовать. Давай еще, пока вы. Гряду-то? Граду-то. Да, вот. Допло заставилов. Термин глобая оскорен. Немного хитрый. Сейчас давай крутим. Учаение. Я не ошибаюсь. Я разочарован. Я ставил обидал. Орином. Это привычное для себя разрешение. Это за топ-3, я так понимаю. Первый финал лузеров, да. О, я, кажется, перепутал позицию, точнее, не позицию перепутал, а термин просто пересел. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Первый финал делает его ответ. Не знаю, мы его 주문или, но тут нет, не залетят. Хороший дополнительный, очень хорошо. Хороший, про assist. Как с одного места... Нет. Вот они лаппикселью. Орин всё-таки переселил. Можно было чем-нибудь залеть, потому что он не застили. Это фирменная фишка Орена, начинает раул с ДП. Какой-то хорошие урона до победы. Буквально попутник за мир. Да, он не стоит, он не стоит. Мы на гастребадах. Ну на самом деле это ладьян. Это... Наконец-то. Наконец-то. Один, наверное, сколько-то. Говорил. Это будет победить! Компион! Компион! Термин в сетке остался единственным приезжимым игром. Все остальные это присветили Катеринбургу. То есть, если термин проигрывает, то этот принц остается в Катеринбурге. Мне кажется, это очень хротично стало играть Катеринбург. По ощущению, что начинает нервничать немножко. Это раунд, да, скорее всего? Да, это раунд. Сегат. 500 тысяч. У Сакура явно поменится ничем. Поединенно, сега лох. Да ладно. Ооооо run победа не выходит пани Ét наш Как раз выгоним. Конкир! Конец? Это победа. НЕТ! Всё. Термин остается с четвёртым...